Всем привет, друзья! Сегодня будем с вами решать пятую задачу из контрольной для восьмого класса. Ну, проще говоря, это сложная задача на пятерку. Нам дан прямоугольный египетский треугольник сторонами 3, 4 и 5. И в этот треугольник вписан квадрат. Вот таким вот хитрым образом. Площадь этого квадрата нам, собственно, и нужно с вами найти. Условие предельно простое, так что ставьте на паузу, пишите в комментариях свои решения, а потом сверяйтесь с тем, что покажу вам я. Решений тут на самом деле может быть несколько, но, как мне кажется, самое простое будет решить эту задачу через подобие треугольников. Итак, вспоминаем. Два прямоугольных треугольника считаются подобными, если у них есть хотя бы по одному равному острому углу. Ну, давайте с вами посмотрим на вот этот вот левый прямоугольный треугольник. И на наш большой треугольник сторонами 3, 4, 5. У них есть один общий острый угол. Вот этот вот. Значит, зелененький треугольник левый равен большому треугольнику. Ну, и аналогичные рассуждения для вот этого правого голубого треугольничка. Он тоже будет подобен нашему большому треугольнику, все по тому же свойству, так как у него общий угол вот этот вот. Так, то есть угол большого треугольника равен острому углу вот этого голубого треугольничка, поэтому эти треугольнички подобны. А раз два треугольника подобны третьему, то эти два треугольника подобны друг другу. На этом и будет основываться наше решение. Давайте обозначим для ясности сторону квадрата за А. То есть тут А, тут А, тут А, и вот тут вот тоже А. Ну что ж, давайте теперь записывать соотношение катетов. Ну, начнем с большого треугольника. Отношение малого катета к большому равно 3 к 4. Для зеленого катета это отношение будет равно... Малый катет, это вот этот вот. Ну, давайте обозначим его за Б. Б к А. А для голубого треугольника давайте обозначим этот катет за С. Отношение малого катета это А к С. Вот такие соотношения у нас получаются. Из вот этого у нас следует, что Б равняется 3 четверти А. А из вот этих вот соотношений, вот этого и вот этого, у нас с вами следует, что С равняется 4 третьих А. Ну, а значит, мы можем записать это вместо Б и С вот здесь. Получится 3 четверти А, тут А. Давайте обведу. А тут 4 третьих А. И значит, вся вот эта вот гипотенуза нашего большого треугольника, она складывается из 3 четверти А плюс А плюс 4 третьих А. И все это равно 5. Ну, чтобы проще было работать с этим, давайте домножим все на 12. Тогда мы с вами получим 9А плюс 12А плюс 16А равняется 60. Складываем 9, 12 и 16, получаем 37А равняется 60. А значит, А равняется 60 тридцать седьмых. А теперь вспоминаем о том, что А это и есть сторона квадрата. А площадь квадрата это А в квадрате. То есть его сторона возведенная в квадрат. Ну и значит, это 60 тридцать седьмых в квадрате. Или 3600 деленное на 1369. И это, друзья мои, ответ. Если вы решали каким-то другим способом, пишите его обязательно в комментариях. Ставьте лайки. Если задача вам понравилась, не забывайте подписаться на канал. И пока, до новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok